Время говорить Чиновники городской администрации перечислили те улицы, которые весной будут отремонтированы Решится ли демографическая проблема в России? Или почему многодетная семья в Рязани уже вскоре может оказаться на улице, оставшись без поддержки? Первый парень на деревне Сегодня подведены итоги первого областного конкурса среди баянистов и балалайчников Ну а теперь обо всем подробнее Весна в этом году пришла довольно рано Похоже, что пришла она всерьез, а вместе с ней установилась теплая погода Способствующая началу ремонтных работ на рязанских дорогах и автомагистралях Ведь уже многие водители, да и простые прохожие Стали замечать большое изобилие ям, трещин и колдобин на многих городских улицах Чиновники из городской администрации сообщают о начале ремонта первых улиц Которые уже к майским праздникам должны выглядеть парадно Подробнее о планах рязанских дорожников расскажет Оксана Тебенихина Вопрос ремонта дорог в нашем регионе можно без зазрения совести назвать наболевшим В этом году ямочный ремонт в Рязани будет проведен на 22 участках дорог В 2015 году на это дело из областного и городского бюджета Выделено около 300 миллионов рублей Ремонт асфальтового покрытия городских дорог Дирекция благоустройства города осуществляет ежедневно, круглогодично Всего в прошедшую зиму 2014-2015 года таким образом было отремонтировано Литым я имею ввиду асфальтом было отремонтировано 3812 квадратных метров Сегодня первый день, когда дирекция вновь перешла в связи с установившейся теплой погодой На горячие виды асфальта Еще 20 миллионов будет направлено на ремонт дворовых территорий и проездов к ним Кроме того, планируется провести ремонт картами по центральным улицам города В рамках подготовки к первомайским праздникам и 70-летию победы в Великой Отечественной войне Производительность труда и производительность ремонта будет увеличена практически вдвое За сутки теперь будет ремонтироваться Ремонт производится на площади примерно 200-250 квадратных метров Ну а с 17 марта начался ямочный ремонт на дорогах с интенсивным движением, по которым проходят маршруты общественного транспорта А теперь о проблемах простых горожан К нам в редакцию обратилась семья молодых родителей, у которых четверо детей Проблемы у них очень серьезные, жилищные По закону им положено жилье социального найма Ведь глава семейства работает в одной из коммунальных служб города Однако квартира пока что не предоставлена И сейчас семья Козловых живет в съемной квартире Но уже вскоре им нужно будет освободить это помещение И вот куда идти многодетной семье дальше На этот вопрос пока четкого ответа найти не удается Молодая многодетная семья без собственного жилья Такую картину веселой назвать нельзя никак Но это данность И подобные истории в нашей стране не единичны Александр со своей супругой Олесей воспитывают троих своих детей И 10-месячного приемного малыша Я являюсь воспитанником детского дома Я сам воспитывался в Уделинской школе-интернат Это получается Московская область Раменского района Я получил квартиру в город Коломна Там я получил комнату в коммунальной квартире 12 квадратных метров Я там не проживал, не жил Естественно я за нее не платил Там накопились долги Там долг был больше 120 тысяч Мы решили эту квартиру с супругой продать за долги Ютятся в крошечной однокомнатной квартирке Которая принадлежит родственникам семьи И тут у ребят появилась, как им показалась, прекрасная перспектива Я являюсь сотрудником муниципальной службы Ремонтно-аварийной службы города Рязани 075 Я являюсь сотрудником, работаю там электриком Я обратился в свою аварийную службу в городе Рязани Чтобы нам оказали, допустим, помощь Чтобы нам дали жилье, чтобы я мог, допустим, спокойно жить Я написал письмо в жилищную инспекцию На сегодняшний день мы как бы получили квартиру, но она непригодна жилью Молодая семья на радостях приступила к ремонту выданного, хоть и обветшалого, но своего жилья Набрали кредитов на полмиллиона, закупили стройматериалы И лишь после этого направились оформлять необходимую документацию на квартиру Когда мне пришло письмо, к нам приезжала женщина с жилищной инспекции города Рязани Мы эту квартиру смотрели А мы задали вопрос, имеем мы право отказаться от этой квартиры или нет Она сказала, что лучше жилья нету в городе Рязани То, что лучше вам уже не дадут Естественно, я согласился Но с одним условием я соглашался, что это жилье потом будет нашим Что мы имеем право приватизировать Допустим, прописать детей как положено И чтобы потом это было жилье уже наше непосредственно На сегодняшний день, оказывается, мы узнаем, что это жилье является муниципальным Оно не может быть никак нашим Ни в приватизации, ни в собственность Мы ее не можем ни продать, ни обменять То, что это считается жилье, оно не наше Я буквально в пятницу позвонил вот этой женщине в жилищную инспекцию Я ей задал сразу вопросы Мы просто хотели вот эти деньги, которые у нас есть на сегодняшний день материнский капитал Их два Мы хотели как бы реализовать эти деньги вот в эту квартиру Чтобы в ремонт, купить материал туда-сюда Она сказала, что вы не можете эту квартиру ни продать, ни обменять ничего Вот в этом плане И она сказала, что вы не можете быть собственникой никак И пока ты на сегодняшний день работаешь в муниципальной службе города Рязани Эта квартира будет ваша, служебная Но как только ты напишешь заявление по собственному ходу, если ты ее уйдешь Естественно, квартира забирается в городе Рязани Все Мы, получается, остаемся на улице Такого поворота событий семья никак не ожидала Как выяснилось позже, дом, разделенный на отдельные квартиры, даже не имеет кадастрового номера По документам получается, что многодетным родителям выдали в пользование пустой участок земли И оформлением дома заниматься никто не собирается Ровно год назад мы обратились в жилищную инспекцию по вопросу, когда будут документы готовы Она сказала, что на сегодняшний день у города нет денег, чтобы эти документы, вот эти все оформить Кадастровые, все Они сказали, оформляйте сами, потому что это квартира ваша Вот на сегодняшний день, вот он пакет документов весь на сегодняшний день Который мы оформляли сами за свой счет Естественно, когда нам сказали, что типа эта квартира будет нашей Как нам сказали, как мы подумали Естественно, мы начали сюда вкладывать деньги Мы начали делать какой-то сами, но сам стал делать ремонт Что ждет многодетную семью? Удастся ли им добиться своего уголка в этом мире? Пока строительный материал пылятся в гараже Александр не рискует продолжать ремонт В любой момент ему могут дать отворот-поворот или уволить с работы И это приведет к тому, что его семья, жена и четверо детей окажутся на улице Вот так вот верить чиновникам на слово А теперь к оперативной информации Рязанские стражи порядка регулярно проводят рейды по соблюдению административного законодательства Накануне они проверяли пункты приема металлолома Многие знают, что из предметов обихода, ставших ненужными и в составе которых есть металл, можно излечь выгоду К примеру, сдать их металлолом В нашем городе довольно много пунктов приема старых вещей, содержащих в себе порой даже ценные металлы Рязанские полицейские регулярно проводят проверки Рязанские полицейские регулярно проводят проверки в таких заведениях И, к сожалению, не все из них работают честно Сегодня по адресу город Рязань, Южный промузел, дом 6, сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Рязанской области Совместно с сотрудниками отдела исполнения административного законодательства УМВД России по железнодорожному району города Рязани Были проведены профилактические мероприятия по выявлению, пресечению правонарушений Связанных с незаконным оборотом лома и цветных металлов В данном объекте был зафиксирован факт незаконного нарушения приема лома и цветных металлов По факту нескольких нарушений Рязанские полицейские привлекли хозяина предприятия и его сотрудников к административной ответственности Всего в прошлом году стражи порядка оштрафовали 49 владельцев пункта приема металлолома А в этом году уже 15 И еще работники Рязанской полиции проводят проверки на вокзалах и выявляют нарушения у недобросовестных пассажироперевозчиков Полицейские совместно с представителями Минтранса региона выявили и пресекли в Рязанской области факты нарушения правил междугородних автобусных перевозок В полицию поступила информация, что один из перевозчиков, курсирующих по маршруту Рязань-Зарайск Осуществляет посадку пассажиров прямо на маршруте следования и продает им билеты без предъявления документов Сотрудники полиции предполагают, что подобные нарушения могут допускаться и на других маршрутах А сотрудники регионального управления МЧС начинают бороться с чисто весенней привычкой некоторых горожан, а именно поджогом травы Уже на этой неделе спасателям пришлось тушить поля в некоторых районах области и даже неподалеку от областного центра МЧС предупреждает – жечь траву опасно За последнее время пожарные подразделения выезжали на тушение сухой травы уже четыре раза В Рязанском, Михайловском, Клебяковском районах и Советском округе города Намеренный пал травы и несоблюдение правил безопасности – основная причина возгорания больших площадей в полях Что, сами понимаете, дело небезопасное Управление МЧС обращается к гражданам с просьбой ни в коем случае не заниматься самодеятельностью Не жечь траву, не оставлять разведенные костры без присмотра А если заметили черный дым в поле, непотушенный или брошенный костер – не проходите мимо А теперь к новостям культуры В Рязанском музыкальном колледже завершается первый областной открытый конкурс исполнителей на народных инструментах Первый отборочный тур прошел еще зимой И вот на этой неделе стартовал второй и заключительный тур Который показал, что народная музыка по-прежнему популярна среди юных и младых людей Региональный конкурс игры на народных инструментах хоть и проводится впервые Однако собрал более 120 юных и младых исполнителей Причем не только из Рязанской области Приехали ребята из соседних регионов Музыканты соревновались в двух номинациях Это клавишные инструменты, такие как аккордеон и баян А также струнно-щипковые инструменты Это балалайка, домбра, гитара и гусли Возможно, что нынешний конкурс станет для кого-то из ребят началом большого творческого пути Лауреаты смогут принять участие в крупных всероссийских состязаниях Но не это главное Преподаватели музыкальных школ и училищ считают, что сейчас прежде всего необходимо возродить советскую школу поиска и отбора талантливых исполнителей Ведь ранее во всех даже самых отдаленных населенных пунктах работали творческие кружки Была и возможность у воспитанников громко на всю страну заявить о себе Поскольку я работаю в Гнесинке, да, и в младшем звене, то есть в колледже, и в старшем уже в УЗИ Вот, я это вижу То есть самые талантливые ребята приезжают из глубинки У меня сейчас потрясающий парень, который из деревни, из-под Барнаула То есть вот москвичей таких талантливых я не знаю Как ни странно То есть вот я думаю, что в глубинке сохранилось нечто, что их толкает и двигает вперед А что касается поистине народных талантов, то Рязанская земля ими не обделена Это доказывают и результаты различных, в том числе и всероссийских музыкальных конкурсов Где ребята из нашего региона не просто участвуют, но и умудряются побеждать Потому что, как отмечают преподаватели детских музыкальных школ Спада интереса к занятиям у ребят нет Родители каждый год приводят своих детей для обучения игре на баяне или балалайке Однако проблемы все равно остаются У нас в поселке положение, в общем-то, стабильное Но проблема сейчас большая в инструментах Стоимость внести инструментов Стоимость такова, что люди, получающие среднюю зарплату в нашем поселке Они не в состоянии купить эти инструменты Вот это беда Приходится доставать какие-то старые баяны, ремонтировать Давать их в руки малышам А малышам надо давать хорошие инструменты, а не такие Есть и перспективные ребята Наши ребята участвуют в конкурсах В том числе и всероссийских, и даже международных участвований Первый областной конкурс среди исполнителей на народных инструментах Проходит в преддверии Дня Победы Потому со сцены молодые музыканты исполняли музыку военных лет А теперь о спорте На прошлой неделе в Америке в городе Коламбус прошел очередной турнир По силовым видам спорта Арнольд Классик Это самые престижные и представительные соревнования Которые собирают ежегодно сотни здоровяков, штангистов и бодибилдеров со всего мира В нынешнем турнире российские спортсмены показали себя в лучшем виде И что приятно, чемпионом по бодибилдингу стал резанец Алексей Шаев Алексей Шаев стал абсолютным чемпионом в категории «Классический бодибилдинг» На Арнольд Классик 2015 И стал первым из россиян, выигравшим этот титул Такое шоу, как Арнольд Классик По праву претендует на звание события года номер один в мире бодибилдинга Эту линейку фестивалей проводит всем известный Арнольд Шварценеггер Его веет духом вот этой внутренней какой-то силы То есть, скажем так, человек уже, можно о чем говорить Начал заниматься, когда ему было там 14 лет Достиг значимых высот в этом виде спорта к 20 годам Уехал в Америку, да, и в 20 лет, скажем так, построил свою карьеру То есть, о чем это говорит? Это говорит о внутренней силе, что у него есть стремление, у него есть коммуникабельность То есть, он умеет общаться, умеет выполнять поставленные свои задачи, свои цели От него веет вот этим духом сила внутренней И можно опять же говорить, что иностранец стал губернатором американского штата Тоже это как бы дорогого стоит С детства дома у Алексея висели две черно-белых фотографии Арнольда из фильма «Команда» и Ван Дамма из фильма «Двойной удар» Это и было стимулом заниматься спортом, плаванием, самбо и греблей Повзрослев, перестал ходить в секции, он решил, что будет качаться самостоятельно Очень хотел увеличить плечи Говорит, что мы что-то всегда приносим в жертву и теряем безвозвратно В его же случае он просто себя ограничивает в тех моментах, которые могут негативно сказаться на подготовке к турниру Правильно сбалансированное питание является важным звеном в подготовке к соревнованиям Еда только приготовленная дома и только из натуральных продуктов Супов нету, каши есть, яблоки обязательно Огурцы закончились, огурцы всегда стабильно есть Помидоры, то есть из овощей Имбирь очень люблю Есть редиска Ну, соленых огурчиков мало, это вот то, что родители дают, есть А так, соусы Но это соусы именно диетические То есть обезжиренные полностью идут Никакого майонеза нет? Никакого майонеза нет Есть такой вот тоже соус, как бы он китайский Но здесь ничего такого вредного нету Масло, опять же, растительное Как бы не используем Вот льняное масло В пельмене нету Ягода свежемороженая, когда хочешь сладкого Черника Клубника Своё тело Алексей построил без помощи спортивной школы и наставников По критериям классического бодибилдинга Пропорциям рельефу и мышечной массе Себя со всех сторон оценивал по фотографиям Для исправления недостатков пробовал различные упражнения и методики Сам же оценивал и эффект Что-то работало, что-то нет У Алексея Ишаева нет физкультурного образования После окончания колледжа электроники Он получил высшее образование по специальности юриспруденция На данный момент в планах у новоиспеченного чемпиона Полное восстановление и отдых Учитывая то, что Алексей готовит выступающих спортсменов Его главная цель на данный момент Чтобы удачно выступили его подопечные Которые готовятся к весеннему сезону Это был завершающий наш сегодняшний выпуск Видеоматериал Ну а далее в эфире программа подробности Гостем в студии станет депутат Рязанской областной думы Михаил Крылов И речь в беседе пойдет о конкурсе Проектов благоустройства улицы Почтовой А на сегодня с новостями это все И до встречи в эфире Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания Напоминает о необходимости Своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания